Итак, я перебил его. Предположим, что какой-нибудь меткий стрелок возьмет ружье и убьет Рен-Шо. Совсем на повал. Будете ли вы, птинысисты, продолжать говорить о нем? Или перейдете к другой теме? — Кто же станет стрелять в Рен-Шо? — возразил он с негодованием. — Неважно кто, — сказал я. — Но предположим, что найдется такой человек. — Но тогда останется его брат, — сказал он. Об этом я забыл. — Ну, не будем уточнять, сколько их там в семье, — сказал я. — Но если перебить их всех до одного, перестанете ли мы, наконец, слышать это имя? — Никогда! — вскричал он с жаром. — Пока существует теннис, имя Рен-Шо не будет забыто. — Страшно подумать, как бы я поступил, если бы он ответил иначе. На следующий год Бейгли совершенно забросил теннис и страстно увлекся фотографией. Тогда все его друзья стали умолять его вернуться к теннису, вовлекали его в разговор о теннисе, о подачах, об отбитых и срезанных мячах, о случаях из жизни Рен-Шо, но он не желал и слышать о теннисе. Где бы он ни был и что бы ни увидел, он все фотографировал. Он делал снимки своих друзей и этим превращал их в своих врагов. Он снимал маленьких детей и вселял отчаяние в сердца любящих родителей. Он снимал молодых женщин, и на их семейное счастье ложилась тень. Один юноша как-то влюбился в девушку, которая, по мнению его друзей, была ему не пара. Но чем больше они чернили ее, тем больше он к ней привязывался. Тогда его отцу пришла в голову счастливая мысль, и он уговорил Бейгли сфотографировать ее в семи различных позах. Когда влюбленный увидел первую фотографию, он сказал, что за уродство, чья-то работа. Когда Бейгли показал ему вторую, он сказал, слушайте, дорогой мой, да тут нет никакой сходства, у вас она вышла безобразной старухой. При виде третьей он сказал, помилуйте, что вы сделали с ее ногами? Не может быть, чтобы они были такого размера, это противоестественно. Увидев четвертую, он воскликнул, пресвятое небо, во что вы превратили ее фигуру, как это могло получиться? При взгляде на пятую он зашатался, о, великий Боже, воскликнул он, содрогаясь от ужаса. Это не человек, а призрак, у людей такого выражения лица не бывает. Бейгли уже начал не на шутку обижаться, но его взял под защиту находившийся тут же отец молодого человека. Бейгли тут ни при чем, стал вкрадчиво уверять пожилой джентльмен, он не виноват. Что такое фотограф? Простое орудие в руках науки. Его дело установить фотоаппарат, а тот уже сам изображает то, что перед ним оказалось. Не надо, продолжал пожилой джентльмен, удерживая Бейгли, который собирался продолжать демонстрацию своих произведений, не стоит, не показывая ему двух остальных. Мне жаль бедную девушку, она, по-видимому, искренне любила этого юношу, и наружность у нее была нисколько не хуже, чем у других. Но какой-то злой дух, казалось, вселился в фотоаппарат Бегли, с непогрешимым инстинктом литературного критика он схватывал недостатки и преувеличивал их до такой степени, что они затмевали все достоинства. Человек с прыщом превращался в прыщ с человеком на заднем плане. Люди с резкими чертами лица становились придатками к своим собственным носам. Никто не подозревал, что один из наших соседей уже 14 лет носит парик. Аппарат Бегли сразу же раскрыл обман, притом с такой очевидностью, что все друзья того человека долго удивлялись, как это могло ускользнуть от их внимания. Аппарату, очевидно, нравилось показывать человека с самой плохой стороны. Невинные младенцы у него неизменно получались с хитровато глупым выражением лица. Молодие девушки, девушкам приходилось выбирать, что им больше по вкусу. Лицо бессовестно идиотское или злое, как у начинающей ведьмы. Кротких старушек аппарат делал наглыми и циничными. Нашего священника, прекраснейшего пожилого джентльмена, Бегли изобразил каким-то дикарем с нависшими бровями и с явно недоразвитым интеллектом. Виднейшего адвоката города он запечатлел с таким лицемерным выражением лица, что немногие из видевших его портрет решались потом доверять ему свои дела. Мне, пожалуй, не следовало бы говорить о себе, так как я могу быть пристрастным. Скажу одно, если я хоть чуточку похож на свою фотографию, сделанную Бегли, то все, что критики когда-либо и где-либо говорили по поводу моего адреса, справедливо и даже больше, чем справедливо. Однако я берусь утверждать, хоть я и не претендую на красоту Аполлона, что левая нога у меня отнюдь не длиннее правой и вовсе не изгибается дугой. Это я берусь доказать. Бегли уверял, что с негативом что-то произошло во время проявления, но на фотографии этого пояснения нет, и потому я продолжаю считать себя незаслуженно оскорбленным. Аппарат в руках Бегли не подчинялся никаким законам перспективы, ни божеским, ни человеческим. Я видел фотографии его дядюшки, снятого рядом с ветряной мельницей, и пусть любое беспристрастное лицо решит, кто из них больше, дядя или мельница. Однажды он вызвал целый скандал в нашем приходе, демонстрируя карточку всем известной и уважаемой незамужней особы, держащей на коленях молодого человека. Черты лица этого джентльмена были расплывчаты, и костюм казался до смешного детским, между тем, если бы он встал, рост его был нисколько не меньше 6 футов и 4 дюймов. Одной рукой он обнимал ее за шею, а она держала его за другую руку и фальшиво улыбалась. Имея некоторое представление о фотографическом машине бегле, я охотно поверил объяснению этой дамы, утверждавшей, что мужчина на коленях – это ее 11-летний племянник. Но люди недоброжелательные смеялись над ее попытками оправдаться, а то, что получилось на снимке, говорило против нее.